Строительство очистных сооружений в Птицеграде проинспектировали окружные депутаты во главе с первым заместителем председателя Совета Константином Негурицей. Напомним, что состояние действующих очистных сооружений близко к критическому, поэтому в прошлом году началось строительство новых. На данный момент на объекте задействовано порядка 100 рабочих и 15 единиц техники. Работы ведутся ежедневно. Уже построена камера гашения, приемная камера, фундамент блока механической очистки, идет строительство блока биологической очистки. Достраивается блок до очистки. Большая готовность у производственного здания. Строительство новых очистных сооружений ведется на том же земельном участке. Старые очистные сооружения продолжают работать в полном объеме. То есть мы принимаем сточную воду, производим очистку и сброс в рыбохозяйственное водоем река Кончура. По словам Валентины Разумовой, главного технолога МОП-водоканала, новые очистные сооружения в Птицеграде станут самыми современными не только для Сергио-Пасадского округа, но и для Московской области. Они позволят удалять источной воды загрязняющие вещества органического происхождения. Будет глубокое удаление азота, фосфора, иловые карты не потребуются. Весь осадок будет обезвоживаться с помощью центрифуг. Мне кажется, идут сточки со всего города. Мы были очень удивлены, узнав, что Карапусковский микрорайон, такие отдаленные вроде бы территории. Поэтому это место, вне всякого сомнения, имеет стратегическое значение, и внимание администрации к нему будет повышено. С уверенностью могу сказать, что сейчас строительство идет на все 100%. Строительство новых очистных сооружений планируется завершить к концу 2025 года. После открытия нового комплекса существующие очистные сооружения будут законсервированы.